Вы смотрите Израиль за неделю. В воскресенье Межминистерская комиссия по законодательству одобрила законопроект об усилении ответственности для тех, кто любит платить за сексуальные услуги. Иными словами, отныне обращение к девушкам легкого поведения будет караться денежным штрафом. Автором закона выступила министр юстиции Аелит Шакет. Согласно этому закону штраф составит полторы тысячи шекелей в первый раз, это около 400 долларов, во второй раз в два раза больше, три тысячи шекелей и так далее. Четвертый такой поход может обернуться даже арестом. Отмечается, что денежный штраф по согласованию министра юстиции с министром социального обеспечения Хаймом Кацем может быть заменен на участие в образовательных программах, направленных на борьбу с проституцией. Как ожидается, законопроект поступит на рассмотрение в КНЕСЭД уже в зимнюю сессию и, скорее всего, будет принят. При этом в Израиле нет единой точки зрения по вопросу, кого следует наказывать в рамках борьбы с проституцией, торговлей живым товаром. Сейчас об этом поговорим подробнее. И со мной в студии адвокат Яшара Куби и директор Центра помощи жертвам сексуального насилия Маслан Лиза Николаевичук. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Яшар, вы выступаете, я бы сказал, против этого закона, а вы Лиза считаете, что закон может помочь сократить масштабы проституции? Давайте начнем с вас. Как вы считаете, можно наказать человека, который обращается к проститутке, к женщине легкого поведения? Я хочу начать отвечать на ваш вопрос в двух направлениях. Я считаю, что параллельно надо начинать воспитывать наших мужчин, что тело женщины не предмет и работорговля уже отменена давно, и что поход к проститутке это акт насилия над женщиной. И когда мы начнем воспитывать своих мальчиков и сумеем их воспитать мужчинами, которые никогда сами по своей воле не пойдут пользоваться телом чужого другого человека за деньги, этот вопрос будет решен. Это уйдет годы, если не десятки лет. А пока закон как воспитывает? Закон вроде бы только говорит о наказании, но не говорит о воспитательном процессе. Я думаю, что есть категория мужчин, которые, когда это дело будет противозаконным, они не пойдут к проституткам. Уже мы приобрели какой-то процент законопослушных людей, которые не будут пользователями. Следующая часть, пусть платят деньги. На эти деньги мы будем реабилитировать женщин, чья жизнь сложилась так, что они пошли на панель. Понятно. Яшар, какие люди... Сейчас мы еще поговорим о других аспектах этого закона. Какие люди откажутся от похода и платить? Вот кого отозвать Лиза? Какая-то категория людей? Может быть, именно те, которых женщины хотели бы видеть, те, кто этим занимается, своими клиентами. Понимаете? Сам закон... То есть, который следует букве закона, вы говорите? Совершенно верно. Вот этот закон, который пытаются здесь, это, я так понимаю, шведская система. Может быть, он там работает замечательно, там есть проститутки, они зарабатывают неплохо, наказывают мужчин. Но мы не Швейцария совершенно. Вообще, этот закон из той области, вот, человечество периодически, вот, иступленно хочет загнать само себя в счастье, в идеал. Все религии говорят об этом, равенство. Мы сами участвовали в этом проекте. Построение коммунизма, 70 лет ничего не получилось. Это из той же области. Хотят создать идеальное общество, где, вот как мы сейчас слышали, я ужасаюсь, да, пользоваться как товаром. Кто сказал? То есть, изначально предполагают, что секс это что-то постыдное, это позорное где-то там. Это неправильно. У меня с этим законом две проблемы основные. Я считаю, что это не секс. Это использование женщины. Секс это по желанию, когда я хочу, и он хочет. Это секс. Я согласен. Когда хочет он, она предмет, это насилие. Проституция это не насилие, это же не сексуальное насилие. Это насилие. Это использование женщины как предмета, это не на равных. Секс это когда она хочет и он хочет, и хотят вместе, понимаете, вот тогда это отношения. Есть такое выражение, я Хосе Эмин, отношения сексуальные, прежде чем секс, есть отношения, есть что-то, что участвует наша душа. Мы, Израиль, мы хотим быть избранной страной, мы хотим быть избранным народом, мы хотим, чтобы наши сыновья уважали женщин этой страны. Так, понятно, мы не дали договориться, я Шару мысль, секунду, да. Вот, кстати, какие две проблемы у вас с этим законом? Секундочку, вот у нас нет особого спора, я очень хочу, чтобы все были счастливы, женщины в особенности, вообще нет никакого спора. Так, но какая проблема, Шар? Проблема первая, это государство, им коля кого-то должно решать, что по большому счету убивать нельзя, воровать нельзя и надо платить налоги. Все остальное оставьте людям, пожалуйста, решать, что это, считают они это насилием или нет. Пусть люди сами выбирают для себя это, правильно или нет. Но тогда все преступники будут считать себя праведниками. Человеку нельзя громко музыку слушать после 11 вечера, вы тоже хотите сказать, чтобы оставить, и сами соседи должны решать. А преступник, он не считает себя праведником? Давайте посмотрим себе правде в глаза, да, за всю историю человечества. Иерихон пал не только из-за медных трупов, проститутка дала информацию по поводу защиты города, и он поэтому пал, да. Вот одна из древнейших... Бедные проститутки виноваты опять. Одна из древнейших нет, наоборот, помогли... Секунду, не отходите от темы, вторая проблема какая? Вторая проблема заключается в том, что чем больше мы будем наказывать тех, кто с этим связан, тем больше это уйдет в подполье, и непосредственно уголовный мир захватит эту область. Вот и все. Так, понятно. Сейчас я еще хочу от Лизы услышать. Как вы считаете... Секунду, Лиза. Вот представьте, как вы видите реализацию этого закона? Вот человек обращается, идет... Как? Его что, арестовать до или после? Арестовать, когда он деньги дает? Мы говорим сейчас шарм перед этим, давайте разделим области компетенции. Я психолог, я не полиция, не адвокат. Но есть в мире модель, есть шведская модель, которая приведена в действие. Единственная? Нет, есть 22 страны в мире, где легализована преступность, есть нет. Проституция. Проституция, простите. В Германии, в Нидерланды, они опустили все это, они легализовали проституцию. В два раза возросло насилие над женщинами. В Германии в Голландии? В Германии в Нидерландах. В два раза почти, даже больше в проценты. Я приготовила вам цифры, оставлю вам на память листочки. Выросла торговля женщинами. Практически в Швеции практически нет шведок-проституток. Там всего было где-то 900 проституток в Стокгольме. Количество проституток уменьшилось в треть, треть стало меньше. То есть у вас есть доказательство, что этот закон работает? Это не может работать во всех странах, но мы маленькая страна, как Швеция, мы можем начать параллельно помогать женщинам, которые в проституции, давать им пособия, воспитывать их. Вы знаете, сколько стоит нашему государству содержать детей-проституток? Я вам принесла цифры. Это сумасшедшие деньги. Ну, назовите цифры. Миллионы, миллионы. Миллионы, окей. Около 180 миллионов шекелей. Вот в том-то и дело, вот эта проституция, о которой говорит Лиза, она вся нелегальная, она в подполье. Да, у нас же она легальная. Чем больше будут вот эти штрафы, да, тем больше преступный мир захочет завладеть им. Там больше возможностей для шантажа тех, кто пользуется. И манипуляциями женщин. Я занимался этой областью уже 20 лет, представлял и тех, и других. Вы хотите сказать, что в еврейском государстве, где 30-40% людей ведут религиозный образ жизни, можно говорить о легализации проституции, скажите? Говорить об этом или нет, я не знаю. Но это реально в Израиле? Может быть и нет, но точно нельзя делать то, что пытаются сделать сейчас. Еще более загнать это в подполье, потому что там, что загоняется в подполье, туда приходит преступный мир, которого интересуют только деньги. Эти женщины их совершенно не интересуют. В Германии преступный мир пришел, где легализовали, а в Швеции не пришел преступный мир. Но опять же, в Германии получился демографический дисбаланс после того, как наплыл туда сколько миллион людей. Это до того еще было. Легализовали преступность в Германии. Надо проверить, кто эти цифры считал. В 1999 году с этого началось. Я хочу просто, чтобы вы поняли, мы не договорились с вами, мы продолжим эту тему. Кто такие женщины-проститутки? Это не какие-то любвеобильные дамы, которые получают удовольствие от того, что 30 мужиков проникают в их тело и делают там, что хотят. Ни одна женщина в мире не получает от этого удовольствия. 80% женщин в проституции пережили сексуальное насилие. Больше, чем 90% женщин. Это потому, что там уголовный элемент. Надо убрать его оттуда. Нет, дослушайте меня. И тогда проституция в правильном его виде, это когда она сама выбирает, кто их влияет. Вот вы убили Голландию, в Нидерландах, женщина что, она сама решает быть проституткой или нет? На сегодняшний день она не выбирает, кто ее клиент и соколичество. Сейчас, давайте дадим близкие мысли. Вы не дослушали, вы отвечаете не до конца. Вы считаете, что она не по своей воле туда идет? 90% женщин, которые способны выйти на улицу и заниматься проституцией, это женщины, которые пережили сексуальное насилие в детстве. Инсестуальные семьи, это девочки, которые пережили насилие от человека, который должен был давать им любовь и защиту. Чтобы ребенок выжил, такое дело, он должен подключить процесс психологический, который называется диссоциация. Отключить чувство тела, совесть, стыд, все, чтобы выжить. Только такие девочки потом могут выходить на улицу. Я не видела за 20 лет, что я в этой области, я не видела ни одной проститутки, которая разбогатела от этого. Я видела десятки, сотни, тысячи детей, проституток, которые... Так, понятна ваша мысль. А ваша мысль такая, чем меньше криминала там, тем больше свободы у проституток. Вы их, Лиза, и не увидите никогда, потому что правит этим миром преступный элемент, которому нет дела. Мы хотим такое общество? Израиль будет страна, где правит или нет? Нет, он как раз наоборот говорит. Я и говорю, что этим запретами загоняете эту область именно в преступный мир. Однозначно. А позволить насиловать всех женщин и ходить к проституции? Ну вот вы все перевираете, насиловать женщин. Насилие, откройте закон, почитайте, что такое насилие. С 2000 года я в этой области, помимо других, к сожалению, убийства, изнасилование, все что угодно. Но вы с другой стороны... Секунду, Лиза, одну секунду, пожалуйста, секунду. Да, я защищаю преступников, совершенно верно. В том-то и дело, я видел вот эти вещи, когда отбирают у них паспорта, заставляют заниматься... Это происходит в Израиле сегодня? Происходит, да, конечно, потому что преступники этим руководят. Я вот прошу одну вещь только у законодателя, да, сперва сделайте такую ситуацию, в которой проституции нет, потом давайте будем думать, как это прекрасно и как наказать тех, кто все-таки это хочет. Ни у кого не получилось это убрать, поймите, за всю историю человечества. Кто пытался, это просто сам себя обманывает. Поэтому, я считаю, надо именно ими заниматься, этими женщинами, которыми занимаются это в данной ситуации, помимо... То есть они наказывают клиентов? Конечно. Господа, ждем принять этого закона уже в зимнюю сессию. У нас просто нет времени, Лиза, поэтому очень коротко. Мы ждем, когда закон будет принят. Я думаю, что мы к этой теме еще вернемся. Я хочу только закончить одним предложением. Когда мы говорим о проститутке, это какая-то абстрактная женщина, которая должна удовлетворять определенное количество мужчин. Мы никак не можем сопоставить это с нашим ребенком и с чем-то. Если мы говорим, если мы только начнем думать, а хочу ли я, кто-то хочет, чтобы его дочь пошла на панель, вы никогда не услышите положительного ответа. Параллельно надо помогать женщинам выйти из проституции, но надо наказывать подписчики. Это уже 20 предложений, у нас просто заканчивается время коротко. Совершенно неправильный подход. Я не хочу, чтобы мои дети не работали ни на стройке, ни уборщицами, и еще большой список. Но проститутка и домашка. Господа, ждем принятия этого закона уже в зимнюю сессию КНЕСТа, и тогда, я думаю, мы еще неоднократно на эту тему поговорим. Лиза Николаевичук, директор Центра Маслана и Шаракубя Добкат, большое спасибо. Всего хорошего. Такой была минувшая неделя в Израиле. Спасибо, что этот час вы провели с нами. Увидимся уже в следующую субботу на телеканале РТВ. Редактор субботу на телеканале РТВ. Редактор субботу на телеканале РТВ.